добрый день уважаемые коллеги я тоже вас приветствую поздравляю с началом зимы вот у нас она как раз сегодня во всей красе развернулась сейчас идет снег за окном ну а я хочу представить вам очередные размышления очень важные для меня это особая тема научным экспертном сообществе это что называется тема из области интимных таких святая святых здесь есть о чем поразмышлять и мне кажется вот наше научное сообщество отличается тем что как раз очень мало размышляет на эту тему ну это то собственно что мы живем и так живем что здесь думать вообще не так просто рефлексировать и смотреть на стороны на то сообщество в котором живешь там будь это семья или какой-то круг далеко не все это делают но это нужно и например когда мы мы живем в россии это тоже некое сообщество да и мы же тем не менее довольно много об этом размышляем эта тема вот о научном сообществе академическом сообществе но далеко не все и не всегда для нас это особая тема потому что мы как платформа имеем и какую-то миссию объединять да и то как мы что мы объединяем будем ли мы простым интернет сайтом на который приходят люди и там что-то читает или мы будем действительно сообществом объединяющим друг друга это вот совершенно разные подходы поэтому я хочу вот поделиться своими мыслями может быть кто-то здесь меня поддержит разовьет или наоборот опровергнет мыслями о том сообществе которые мы строим которые мы приглашаем ну и которая является неким экспериментом может быть это просто досужие мысли ну сначала как всегда хотел бы прикоснуться немножко к идее истокам идеи научного сообщества если на самом деле или нет такой феномен но думаю то что он есть это ни у кого не вызывает сомнений я бы даже вот поставил вопрос так а может ли наука не быть сообществом можно ли представить науку как не сообщество вот мы как раз как правило представляем науку не как сообщество а как некий такой комплекс зданий некое строение здание которые вот строится поколениями людьми вот поколениями людьми ну как вот мы не думаем о каждом архитектурной постройке прежде всего как о людях которые его построили наверное это неправильно науке это наверное совсем неправильно наука я призываю так посмотреть на вещи это не комплекс за знаний особенно это важно отметить сегодня далеко ну чем больше мы строим это так с этих всего мы тем больше понимаем что мы ничего не знаем и здесь за время со временем сократа ничего не изменилось вот зато то что действительно есть это из особенно сегодня это потоки информационных обменов вот первая тезис науки это потоки информационных обменов а уже как что результат это вопрос 2 и в центре или форма этих информационных обменов здесь никто не будет отрицать это дискурсы и диспуты вот здесь и рождается истина и науку без дискурсов и диспутов наверно невозможно себя представить ну и важно что подчеркивает эта форма что в них не может быть один на науке не может быть один к этому мы еще не раз вернется вернемся здесь всегда подразумевается другой и прежде всего в самом продукте произведения мысли вот научная мысль мысль истине или не истине чего-то всегда должна получать подтверждение если этого нет то нету и науки вот это наверное такой ключевая интуиция которую я постараюсь развить именно такая вот когнитивные знания вы интуиции тезис ну а то наверное в чем никто не будет спорить со мной это в социологическом взгляде если социолог говорит наука это сообщество здесь уже практически нечего сказать да это вот люди там кафедры университеты бухгалтерии есть это все работает как и любое сообщество раз собралось несколько людей но тут тоже можно пойти гораздо дальше ну и все-таки да давайте вернемся к истокам вообще первых попытках вот обыграть эту мысль науки как сообщество и здесь мы сразу приземлимся у фрэнсиса бэкона с его трудом новая атлантида вот наверное первая попытка такая первая утопия ученых где примерно в этом ключе велась велся разговор фрэнсис бэкон напомню это начало 17 века выдающийся британский философ когда действительно все начиналось и вот тезис знания сила это принадлежит ему но мне нравится еще одна одна его мысль которая гораздо реже воспроизводится я собственно увидел и недавно когда он сказал книжники это торговцы светом ну вот очень хороший слоган мне кажется надо нам книжником его взять на вооружение и не забывайте другим вот так вот фрэнсис бэкон в том числе вошел в историю тем что создал такое произведение практически художественное по типу утопии возрожденческой новая атлантида о неком острове городе в которой там путешественники неожиданно оказались не некая утопия ученых город в котором это все происходило которое они открыли назывался бен салем и вот там можно посмотреть как он устроен по представлению бекона государства основанные на науке очень интересные ходы мысли и тут мы увидим многое из того что потом действительно развернулась уже нашей реальной истории ну например вот в этом городе ученых существует дом соломона то есть дом избранных самых мудрых ученых по сути дела некий прообраз академии и интересно тем как действительно строится жизнь гражданская в этом городе это воплощение идеи когда все в жизни опирается на знания гражданская жизнь основанная на знаниях на обосновании ну конечно это подобные попытки и у платона в законах ну в принципе любая утопия она даже оруэллская она ставит здание именно на первое место так что здесь он не первый но вот именно поставить это во главу угла наверное такой заход первый и вообще представление о государстве ученых это тоже такая штучка которая следует поразмышлять ну а как вообще фокус зрения можно сформулировать так знание в восприятии бекона является продуктом общественной жизни и основы общественной жизни да по сути дела сегодня мы должны констатировать то же самое информационное общество как мы его определяем это общество основанное на информации на потоках информации прежде всего на знаниях обработка метаданных информационная обработка всего и вся но это то же самое так что вот бекон закинул удочку прямо в двадцать первый век и мы соответственно очень сильно прибавил приблизились к этому образу а тем не менее никто из нас не называет современное общество обществом ученых да и более скромные мысли и место отводится и вот более узком смысле сообщества а научном сообществе заговорил наверно майк пола не не путать с великим философом для карлом пола не хотя они оба происходили из венгрии пола не наверное 1 вот взял фокус научные сообщества и уже рассматривал концепцию автономного научного сообщества здесь конечно есть о чем порассуждать и очень много фокусов в которых можно анализировать научное сообщество ну во первых наука как общество да как вот внутренние связанные внутренними коммуникациями отношениями в том числе число человеческими наук как предприятие да как некая фабрика производства тоже совершенно самостоятельно имеющий право подход очень думаю интересный наука как организм внутренний организм где одно связано с другому другим все пересекается есть представление о том как наука строится как сетевое сообщество взаимодействует между школами научными механизмы преемственности движение вот наконец наука как институт то есть постоянно воспроизводящаяся функционирующая структура вот все это просто разные социологические понятия описывающие одни или другие аспекты социальных сообществ ну а майк пола не он прежде всего обращал внимание на вот такой комплексная мотивацию которая движет учеными учеными движет не просто понятие работы да а понятие вот строительство чего-то большого и важного он утверждал что по сути дела ученые работает на будущее и вот если его лишить этой мотивации если он мы вот эту вот перспективу дальнейшего движения утратит то он утратит вообще представление чем он занимается то есть мы как ученые строим следующие этажи и конечно ждем всегда понимаем что это лишь очередной этаж здания очередной уровень вавилонской башни вот это хорошая метафора вавилонской башни это как раз обученных то что нас объединяет и мотивирует но и но там частности учил там о как бы открытом знании который фиксируется там и становится понятным то что мы называем этим корпусом знаний и скрытых знаний это как раз вот отношения представления преемственность что переходит от одного ученого другим то что нас объединяет как людей но не просто вот как людей на улице да а именно вот в этих отношениях с связями и передачей друг другу знаний информации в общем интересный подход и как я сказал считается что пола не вот ввел понятие научного сообщества чтобы они уже можно было размышлять но вот в этих размышлениях я бы выделил еще один аспект и для меня он ключевой который тоже кстати к прагматиком восходит чарльзу пирсону и уже современнику нашему карлоту апелю это некая концепция но апель это автор дискурсивной этики и вот их научная парадигма научного сообщества я вот назвал дискурсивный социализм некая такая коммуна дискурсивная смысл вот их тезиса в том что научная деятельность отдельного ученого осуществляется и обретает смысл только в связи с ориентацией на научное сообщество как над над индивидуальную реальность коллективного сознания то есть каждый работает что-то делает понимая это как вклад научное сообщество и подтверждение или это одобрение вообще восприятие своей деятельности можно получить только в этом научном сообществе никак иначе ну а этот ход мысли исходит из того факта что мыслительная деятельность всегда диалогично всегда требуется некая верификация суждений если кто-то выдвигает гипотезу она должна быть подтверждена или другими то есть каждый кто что-то выдвигает он обращается первую первую очередь к другим и вот от того подтвердят или отвергнут его тезис от этого и зависит будущее его суждение его вот научной истины то есть суждение может быть принято когда его подтверждают иные ученые это так называемая прагматическая консексуальная концепция истины и вот но основатель ее чарльз пирсон основатель прагматизма он трактовал общество и прежде всего внутри него некое сообщество интерпретаторов любой тезис он должен подхватываться и быть интерпретируем только в рамках этого интерпретации то есть подтверждение отверждения будет понятен результат истина это результат консенсуса всех прежде всего консенсуса ученых и сообщество ученых как раз и существует для того чтобы формировать корпус здания то есть что-то принимать что-то отвергать и так вот постепенно двигаться вперед это такое вот концепция прагматическая как бы фактологическая да развитие и она получила у карла отто аппеля который учил об идеальном коммуникативном сообществе мысли та же самая примерно но именно в трансцендентальной концепции не обязательно иметь фактом вот это подтверждение да трансцендентально это значит в какой-то когнитивной перспективы мы должны стремиться к состоянию полного согласия или как он называл консистентности зданий то есть когда знание согласовано друг с другом через вот эти претензии на истину и подтверждение этих претензий в общем в неком идеальном обществе знания вот это идеальное коммуникативное сообщество согласую все знания обладает полной истины но такой вот образ очень сложно его вот этот подход трансцендентальный так на пальцах изложить за две минуты но это какая что то такое вот типа кантовского регулятивного идеала то к чему мы стремимся и что как бы вот за тем в абсолютном пределе мы должны получить вот а в реальности всегда в нашей там фактичности существует реальное коммуникативное сообщество которое движется движимо мотивируется вот этим идеальным но имеет то что оно имеет то есть некое состояние на пути к этому и это как раз есть наши дискуссии и дискурсы мы это все реализуем всегда в несовершенстве и несовершенно дискурсы относительно истинности суждения но в какой-то пропорции там столько или по-другому у нас действительно это получается и наша истина тоже является неким отражением частью большой ну в общем вот эти суждения завершу сам мари науки всегда существует другой и сообщество необходимо не просто для социальной организации институтов научной деятельности а для формирования корпуса знаний имеющих атрибуты научной истины вот только через это истина становится научной через функционирование научного сообщества вот и если спускаться уже совсем на землю это означает что если не будет вот такой вот именно деятельность научных сообществ то есть споров дискуссии об истине попыток понять эту истину и некой такой энергетики да вот еще раз несколько раз употреблю это особое слово которое редко вспоминает в данном контексте вот если не будет вот этого движения энергетики активности действительно такой жизни сообщества то не будет ничего это вот один аспект этого вопроса второй аспект который я посвящу некоторое время профессиональные контентные системы для экспертного сообщества потому что это вопрос контента информации сырья потому что научные сообщества это не просто люди над ними существует вот и такая интеллигибельная сущность и вот о ней мы поговорим но сначала о понятии профессионального экспертного сообщества и как оно относится с понятием научного сообщества мы имеем дело с трендом который там уже столетия как работает довольно постоянного и заметного повышения знаний вы квалификации каждого члена общества грамотности образованности и так далее и мы дошли до того что постиндустриальном информационном обществе практически каждый является специалистом пусть даже в своей области там небольшой пусть даже в простой он уже не просто как некий подмастер транслирует он должен постоянно получать новые знания имеет дело с изменяющейся ситуацией то есть ему уже нужно знания для того чтобы справляться со своими задачами специалисты специалисты среднего звена составляют так называемый средний класс это тот класс который формирует костяк общества и его экономическую дееспособность это как раз образованные грамотные носители компетенций знаний эксперты вот основу среднего класса играют эксперты их образ жизни это постоянная работа с информацией саморазвитие наращивание наращивание компетенций то есть это очень интенсивная работа с знанием вот собственно те вещи которые к нашему историческому моменту мы получили от всей этой динамики социального развития и вот сегодня в постиндустриальном обществе их называют новый креативный класс как двигатель этого общества вот его правила порядок жизни сразу становится понятны новый креативный класс образованные творческие очень компетентные люди а второе здесь понятие long life learning образ жизни этого класса то есть образование через всю жизнь постоянная потребность информационной работе в постоянном образовании самообразовании вот это образ экспертного сообщества о котором я говорю если взять конечно это не все не все люди которые только есть прежде всего это вот сообщество обучающихся да которые повышают образование это сообщество ученых то есть экспертное общество шире сугубо научного сообщества сообщество специалистов практиков которые вот это знание используют в жизни тоже считается высококвалифицированным сообщество экспертов менеджеров которые управляют процессами в нашем обществе и по определению должны быть высококвалифицированы ну и конечно сообщество руководителей тоже высококвалифицированные люди в общем вот люди которые все время находятся в работе с сознанием ну и по вопросу ученые эксперты научное экспертное сообщество раньше это было достаточно четким разделением одного от другого а сегодня оно встает под вопрос ну что мы обычно подразумеваем ученый это углубленный в свое исследование специалист он может быть там закрытый даже классический образ он где-то там сидит и и все не вылезает а эксперт наоборот всегда представление что это такой специалист открытой обществу экономики активной открытой для консультации экспертизы и служащий посредником между исследовательским сообществом и всем обществом с его запросами к науке он использует научные знания но не создает как бы их вот это два таких класса знаний да вот на мой взгляд наша эпоха разбила эту границу и сегодня ученый и эксперт это две стороны одного и того же человека вот ученый должен быть человеком широкого общественного профиля с активной жизненной позиции с различными формами активности и он конечно должен быть направленным не только на исследование но и на продвижение своих результатов своей деятельности обоснованиях ценностей внедрения в жизнь вот если сегодня одним из фундаментальных средств обеспечения ученого становится грантом гранты гранты как раз и требует всего чтобы человек имел статус чтобы он был общественно признанным чтобы он умел обосновать продвигать свои результаты под лежачий камень вода не лежит и вряд ли ему что-то получится даже в области науки вот то есть ученый это один из ведущих представителей креативного класса о котором мы говорили ну и среди них тоже немаловажно ученый гуманитарий это человек работающий с текстами с информацией прежде всего вот к ним и перейдем ну образ и ядро реального экспертно-профессионального сообщества находится в университете и преподаватели ученые это как раз вот и носители вот этого вот кода и теперь перейдем к тому что в науке не только люди присутствуют не только люди а обязательно рядом или выше их находится знание информации которое это сообщество и потребляет оно же и производит и вот без эффективной смычки контента и эксперта построение современного информационного общества невозможно то есть знание как самостоятельная величина информация как обязательная переменная которая должна вот в этом формуле экспертного сообщества наличествовать вот к этому моменту мы сейчас и обратимся экспертное сообщество должно быть обеспечено профессиональной литературой без этого она просто не станет профессиональной если смотреть структуру какой литературы должен быть обеспечен эксперт это литература деловая литература для больших практик научная литература у тех кого акцент на исследование литература по саморазвитию которая требуется от каждого учебная литература это пласт образовательный до роста специальная профессиональная литература когда уже человек отучился и повышает квалификацию ну может быть тут еще в общем это вот структура той профессиональной литературы которая должна питать которая является сырьем для деятельности экспертного сообщества и чтобы структурировать вот это информационную обеспечение мы назовем это профессиональными контентными системами и определим в каких формах получает вот это питание экспертное сообщество традиционно конечно книга классическая носитель знания да сегодня конечно и уже может быть даже значительные играет роль интернет создает мобильные удобные средства связи информации связи экспертных сообществ но и сети знаний которые тоже благодаря этим всем информационным потокам уже накладываются на сети экспертных отношений и вот внутри сети знаний каждый эксперт и должен себя найти по профессиональным кластерам или еще каким-то принципам и вот каждая профессиональная аудитория нуждается в специализированных контентных системах которые будут обеспечивать его этой информацией создание обслуживания такой вот специализированной контентной системы это задачи издателей агрегаторов библиотек то есть нас с вами ну а структура информационных потребностей специалиста то есть чем мы его должны обеспечить на этом слайде это какие-то оперативные новости первый слой это более глубокая научная отраслевая периодика прежде всего информирование о таких уже существенных событиях вот через реферативные базы базы данных то есть прежде всего научные статьи ну и наиболее глубокое информирование о наиболее значительных пластах это в формате книги учебники именографии справочной литературы ну и фоновая работа тоже очень важная документы которые окружаются всех сторон каждого специалиста вот этот вот спектр он сегодня так скажем реализуется в сети интернет через различные средства массовой информации новостные сайты или это реферативные базы данных или ЭБС электронно-библиотечная системы в этом комплекте и у него своя функция удовлетворять комплексные информационные потребности специалисты которые не может удовлетворить ни сам университет ни производители узкопрофильной информации и электронно-библиотечная система которую вы все знаете не буду останавливаться это что такое прежде всего учебная литература и книжные издания для учебного процесса это научная литература для научного роста практическая популярная литература и справочная литература вот те вещи за которые отвечаем мы мы не отвечаем за научную отраслевую переводику за специализированные базы данных на это существуют другие производители но наша общая задача так организовать контент чтобы специалист получил организованное информационное поле с качественной проверенной информацией вот это мы стараемся и сделать и это как раз не может представить интернет вообще с его необязательностью и отдельная книга с ее ограниченностью то есть здесь требуется электронная библиотека какой является электронной библиотечной системы ну и вот постепенно это так сказать области поставки сырья для экспертного сообщества которые обычно просто воспринимается читается пойдем дальше потому что вот сегодня просто предоставлять информацию для того чтобы ее читали там познавали усваивали это совершенно недостаточно для жизни экспертного сообщества и сама информация так больше не живет что просто пассивно доставляется поэтому немножко включимся в то что делает ученый и эксперт и из чего это состоит первая стадия работы ученого это исследование и всегда требовалось него именно это это делало его ученые исследования но сегодня всегда рядом встает вторая стадия публикации стадии формулировки результатов исследования и результирующего знания если нет второго то есть публикации под вопросом становится и первое а было ли исследование вот рост и значение публикации это такой знак нашего времени но это между этими двумя стадиями существует промежуточная среда информационная это информационная знания среда именно то где рождается формулировка проблемы гипотезы и обоснования без этого конечно не связать одно с другим а для гуманитария вот эта среда вообще становится доминирующей и в последнее время вот границы между исследованием и публикацией все чаще стирается а иной раз совершенно трактуется по-иному не в классическом ключе ну а для гуманитария здесь вообще трудно эту границу четко обозначить вот то что сегодня довольно понятно и все с этим согласятся что связка публикации исследования для современного обычного ученого имеет базовую форму статьи то есть информация о проведенном исследовании если требуется реализовать более широкие стратегии научной деятельности чем отдельно взятые исследования то есть например подведение итогов обучение представление собственной концепции то в этом случае связка публикации исследований реализуется в более крупном формате в издании монографии или учебниках поэтому вот статья и книжные издания это вот два таких ключевых формата которые служат посредником между вот этими двумя важными формами работы ученого и то что сегодня происходит и точнее уже произошло то к чему привела нас цифровая платформенная экономика я называю концепцией science 2.0 когда происходит интеграция платформы чтения и платформы публикаций и интеграция вот этого стадии исследований и стадии публикаций и то что раньше за что раньше отвечали разные институты там или вещи там исследования в одном месте а публикации это уже в журнале в другом месте вот это часто объединяет ЭБС то есть единая цифровая платформа и ее слоган на сегодня вот слоган многих цифровых платформ читай читай чтобы публиковаться есть и перевернутая модель публикуйся чтобы читать и мы еще перейдем вот ну читай чтобы публиковаться это естественные причинно-следственные связь да в основном читают для того прежде всего гуманитарии чтобы потом опубликовать что-то новое и вот это вот связь сегодня очень на нее педалирует потому что публиковаться становится гораздо важнее чем читать на это вот связь значимость публикации я этот слайд я заглавил публикационные издательские услуги то есть обслуживание деятельность ученого экспертного сообщества это уже не просто снабжение информации а это именно услуги публикаций вот и вот это вот очень тесную связь в которой уже публиковаться то есть следствие становится важнее причины читай на это реагирует и платформы и вот доктрина read and public это формула по которой сегодня в основном совершается подписка крупных платформ для крупных университетов она подразумевается того что на платформе дается право публикации определенного количества там статей уже для университета важно не сколько он может читать а в каком объеме ему дадут возможность публиковаться на этой платформе то есть это конечно колоссальный поворот от того с чем мы всегда имели дело важнее напечатать книгу чем прочитать книгу и вот это вот переворот он не единственный в нашей жизни научного сообщества мы замечаем этот период который конечно связан с цифровой экономикой прежде всего через вот это наступление эпохи рейтингов и баллов и всего остального наша эпоха научная это эпоха рейтингов ученых здесь мы видим что вокруг борются ученые за свои баллы борются университеты за свое место в этих международных рейтингах и конечно же и борются страны тоже за свое место по сравнению с другими все мы это чувствуем и от министерства образования это все вот такими вот инструкциями приказами исходит и все это не случайно вот этот вот модель это все развитие модели публикуйте читай и чтобы публиковаться публикуйся или умрешь и которая переворачивается в формуле уже публикуйся чтобы читать вся эта история привела к тому что рейтинги публикационной активности стали мерилом того что вообще стоит ученый и исходят эти рейтинги если мы задумаемся не из следствия вернее из следствия а не из причин если вот раньше читали для того чтобы публиковать новые знания то сейчас на первом месте задача публиковаться и читают поэтому чтобы публиковаться все это сопровождается и поддерживается технологиями библиометрики которые научились считать вот эту публикационную активность исследовательскую активность кстати никто не научился подсчитывать да а вот публикационную попроще ее научились считать и мерить и поэтому на нее и стали педалировать вот и библиометрики по сути сделали публикационную а это значит медийную активность точкой отсчета уровня ученого если мы конечно задумаемся то это полностью извращает цели жизни ученого его деятельности потому что никак нельзя второе то есть публикации поставить на первое место заменить исследованием а вот то что мы называем сегодня черным потоком вот эти вот имитации публикации этот огромный бессмысленный пустой публикационный поток он рожден вот этой постановкой вопроса когда публикация стала на первое место и заместила исследования можно ведь создавать публикации без всяких исследований это просто генерация контента вот мы в эту ловушку попали но тем не менее они исходили из логичной мысли как я подчеркиваю что по любому исследование должно вылиться в некую публикацию иначе вообще непонятно было оно не было да так что тут тоже причины вот этого вот вот этого тренда тоже понятно но сегодня мы уже в принципе вот эту ловушку поняли сформулировали многие там кричат караул и пытаются поставить какие-то границы для библиометрики что библиометрии недостаточно для того чтобы вот определить уровень ученых рождается альтметрики другие подходы другие формы учета активности которыми ученые продвигают себя получает признание это активность в соцсетях это там формы научного руководства это упоминание имен участие в экспертизах экспертных комитетах консилиум конференциях в общем все формы активности которые проявляют ученые и это конечно правильная вещь все надо учитывать да только это очень сложно учитывать ну вопрос не только ученые в учете это надо и делать и поэтому когда это начинает учитываться то ученые то есть мы с вами начинаем это все активно как думать как же это все делать чтобы это все увидели чтобы это учли и вот здесь вот и возникает повышенное требование к ученому как деятельному существу как существу не самому по себе а члену экспертного сообщества члену некий некий клубов ученых и вот здесь уже мы переходим к тому что мы можем сделать для этого чем мы можем помочь ученому как мы можем помочь формировать экспертное сообщество зрелое активное экспертное сообщество вот я снова вернусь к тому почему и для чего существует научное сообщество важный критерий научного сообщества то что оно создает энергии научной коммуникации вот если есть эти энергии если они чувствуются значит научное сообщество работает значит это не просто получает зарплату это значит есть действительно жизнь у него и вот поэтому очень важно чтобы научное сообщество было и экспертным потому что для экспертного сообщества это как раз ключевой критерий экспертное сообщество живет активной деятельностью взаимодействием испускает вот эти энергии они сразу чувствуются и вот сам по себе клуб ученых например в своем традиционном представлении он еще не является экспертным сообществом да экспертным и вообще экспертам делает активность осуществляемая вне и помимо научного исследования эксперт тот кто выходит за границы вот этого узкого круга научного исследования и чтобы быть сегодня экспертом нужно проявлять себя в разных совершенно формах это экспертизы консультации участие в общественных проектах конечно различные публикационные проекты выступления на конференциях выступления в СМИ особенно там на телевидении да все что дает какой-то резонанс да в том числе в качестве блогеров кого угодно если есть вот это вот энергия если она привлекает внимание то это значит в правильном направлении участие в конкурсах в рейтингах вот этих быть первым или не или не будешь никем ну и очень много дает организационная административная деятельность не вот такая сугубо бюрократическая а та которая заводит людей и вот когда вот это все есть то мы сразу понимаем что имеем дело действительно с экспертом человеком деятельным высокого уровня в общем главная особенность это различные пересечения профессиональной научной и общественной деятельности эксперт никогда не сидит на месте и осуществляется это совершенно разных формах через различные центры организации экспертной активности он конечно эксперт будет и сам во все соваться во все углы но он соваться будет именно в какие-то центры экспертной активности поэтому экспертное сообщество собственно не монолитно оно состоит из вот таких совершенно разных центров которые являются источником подпиткой и целью притяжения экспертной активности о чем мы говорим ну конечно это государственные негосударственные фонды которые формируют гранты привлекают таким образом организуют вот эту вот активность это общественные организации различного рода некоммерческие в том числе это производственные центры которые тоже вовлекают экспертов свою орбиту это СМИ которые дают им голос ну и разумеется университеты со всей своей многообразной жизнью ну и один из немаловажных современных форум это образовательные платформы которые дают свой источник экспертных активностей вот здесь мы уже подходим близко к нашему кейсу и случаю экспертному сообществу которое мы назвали университетская книга это экспертное сообщество вокруг платформы ЭБС университетская библиотека онлайн поскольку у нас ну довольно обширный круг их формат это почти 50% рынка высшего образования около двух миллионов учащихся и преподаватели имеют доступ к нашей платформе вот она предпосылка для того чтобы мы вот эту аудиторию формировали создавали как сообщество какие возможности мы даем в этом смысле ну конечно публикации в первую очередь и как я сказал это номер один во всей этой истории дальше второе публикуйся или читай да читай или публикуйся информационное обслуживание и здесь мы тоже даем возможности становиться экспертам питаем эксперта в том числе и по принципу он демант то что нужно экспертному сообществу мы всегда добудем следующая форма активности экспертизы конкурсов участие в самих конкурсах экспертные рекомендации на платформе возможности повышения квалификации ну и вообще участие в жизни платформы проекты консультации генерация контента вот об этих вот форматах я и хочу немножко сказать подробнее ну во первых для такой вот дополнительной активности мы создали автоматизированную систему экспертиза это экспертная система которая позволяет производить различного рода экспертизы на конкурсах экспертиза издательского портфеля ну и мы еще придумаем разные применения значит это это программное обеспечение в котором система в котором собраны эксперты по самым разным направлениям научным и уже собрав этих экспертов мы их направляем на разные задачи ну например массовые конкурсы научных работ они предполагают работу больших экспертных жюри у нас выше 100 экспертов входит в некоторые в некоторые наши проекты быть экспертом жюри это не только почетно но и выгодно каждый эксперт у нас получает бесплатный годовой доступ к ЭБС так что подключайтесь к этой экспертной системе и мы здесь вас обеспечим различной активностью но прежде всего эта экспертная система сейчас работает на обслуживание наших конкурсов конкурсы как я сказал это тоже очень важный вид экспертной активности вот мы уже добились что работаем нон-стоп у нас три базовых крупных конкурса федерального значения и вот самый заметно и вот самый заметный среди них бифи фест это конкурс ВКР конкурс студенческих дипломов вот каждый год проводится вместе с журналом университетской книгой и антиплагиатом на иконам другой конкурс монографии называется фундамент науки его мы проводим совместно с академией наук бен ран и неон ран вот вот его председатель это руководитель и неона алексей кузнецов вот в ближайшее время мы подводим итоги работы этого конкурса этого года и в середине декабря уже будет церемония награждения ну и третий наш конкурс доктор нобелес конкурс учебных пособий его мы проводим тоже с академии наук межведомственным компьютерным центром здесь уже оцениваются учебники учебные пособия следующая форма вовлечения экспертов жизнь платформы это эксперты в нашем интернет-магазине директ-медиа здесь эксперты служат навигаторами по профессиональным областям если вы зайдете на наш сайт директ-медиа.ру то можете увидеть там область экспертов там все объясняется можете стать нашим экспертом для этого необходимо зарегистрироваться как эксперт и выполнять функции своей в области своих научных интересов ну это научный и научный популярный формат то есть эксперт в первую очередь рекомендует к определенным темам и книгам подборку лучших книг по этой теме то есть помогает ориентироваться в теме ну и соответственно позиционирует себя как специалиста эксперта по этой области а если происходят покупки благодаря его рекомендациям то ему начисляются баллы которые могут быть монетизированы то есть этим можно зарабатывать в том числе и через репосты книг в соцсетях ну и другими форумами в итоге формируется рейтинг экспертов по активности откликам где тоже можно видеть самых-самых вот так выглядят экспертные рекомендации вот личный кабинет где отражается активность эксперта вот на самом сайте некая рекомендация который по своей теме он предлагает еще одна форма экспертной активности которую мы пока только готовим это эксперты липгайды то есть библиогиды но если вот те эксперты были в области такой популярной интернет-магазине да где больше такая научно-популярная тематика нонфикшн доминирует то ЭБС следующим шагом мы предложим такую активность быть экспертом библиогидом по своей научной области то есть тоже в зарубежных университетах эта практика широко распространена у каждой предметной области есть свои липгайды то есть люди ответственные понимающие в этой сфере то есть эксперты которые хорошо разбираются в литературе могут сориентировать и направлять и вот эти вот эксперты библиогиды библиоводы они могут помогать со списками литературы по предмету помогать с поиском книг добычи их ну и в целом формировать коллекцию ЭБС по различным дисциплинам и предметам то есть улучшать качество платформы вот еще одно важное направление такой активности учебный методический центр повышения квалификации ну и повышение квалификации это конечно очень важный такой аспект экспертной деятельности ну вот сейчас я надеюсь вы это сами на себе и чувствуете не только слушайте получать квалификацию но как и везде и говорить мы даем каждому слово и пожалуйста если вам есть что сказать если это готово выслушать если это интересно приходите к нам и вы себя повысите здесь таким образом свой статус еще один формат вот это вот этих активностей продвижение авторов это наш сервис именитый ученый и наши авторы и мы умеем не только публиковать но и продвигать наших авторов даем полную информацию от авторов формируем рейтинг авторов по качеству контента и востребованности книг продвигаем в соцсетях фейсбук вконтакте проводим презентации вебинары книг творчество дискуссии диску диспуты конференции семинары то есть наш конечно авторы и эксперты это как правило две стороны одной и той же активной личности ну и конечно говоря об активности и продвижении нельзя забыть о соцсетях мы продвигаемся активно в соцсетях во всех практически вы найдете о нас читайте следите ну и пишите о нас пишите о нас и мы будем писать о вас и конечно это тоже вклад в ваше развитие вашу копилочку социального капитана ну это вот базовые такие вещи которые мы можем поддерживать каждого ученого создавать его имя его статус основа этого наша платформа как экосистема профессиональных знаний ну а тут многое можно придумать и это только такие базовые первые вещи которые мы начинаем то есть платформа это такая материя альтметрик энергии которые исходят от научной деятельности и если мы понимаем экспертность как способность продвигать себя вот мы как раз инструмент который в том числе это помогает делать ну и еще вот важный аспект который мне не сказал экспертной деятельности как правило вот эта вся активность она имеет формат волонтерство то есть сами кто хочет тот делает кто не хочет сидеть на месте но как правило те кто начинают вкладывается вот в это волонтерство это зачастую и как правило без там заметного материального возграждения но и к сожалению об этом многие забывают это как раз и есть современный способ создавать свой социальный капитал через вот эти виды активности создается тот социальный капитал который вас превращает из доцентов профессора из кандидатов доктора наук из просто ученого востребованного эксперта а там уже начинаются другие формы капитализации когда вот этот вот социальный статус действительно получает серьезные формы мотивации вот это вот не будет без того чтобы вы делали а мы вас продвигали ну а конкретно из того что я не назвал есть и иные виды рецензии активности ну например вот создавайте рецензии на ключевые книги на вашей отрасли мы будем публиковать создавайте тесты по своим направлениям они будут работать на нашей платформе это тоже такой вид самостоятельной деятельности ну и вообще будьте активными на нашей платформе библиоклуб и таким образом поднимите свой рейтинг ну что ж подвожу итог что делает эксперт и экспертам и что именно можно реализовать на нашей платформе если использовать ее с умом перечисляю потому что я прошел первое быть автором это главная активность ученого и здесь добро пожаловать мы вас всегда ждем второе вообще создавать контент писать рецензии тесты отзывы мы даем формы форматы для такой активности добро пожаловать третье создавать тематические подборки навигаторы литературы это вот эксперты в интернет магазине тоже будьте здесь лидерами дальше участие в конкурсах участие в жюри по различным проблемам становитесь библиогидом по своей специализации это вас тоже заметят выступайте на наших вебинарах ну и просто участвуйте в программах повышения квалификации приходите в директ академии вот это такие базовые вещи они конечно не охватывают все формы активности да сегодня чтобы быть ученым и претендовать на звание экспертов ну надо успевать везде и во всем время на все не хватает но надо тоже выстраивать разумную индивидуальную стратегию куда идти что делать на что тратить время вот уверяю вас тратить время на нашей платформе это разумно и капитализируется с избытком наше экспертное сообщество которое мы назвали университетские книга это знак научного уровня научной работоспособности научной компассиональности это тоже одна из меток которым могут по которой могут вас заметить это знак отличия вот так вот мы его обозначаем ставьте вот такой значок где вам удобно его поставить в фейсбуке вконтакте и будет понятно что вы член нашего сообщества мы эту работу правда только начинаем так вот организованно чтобы мобилизовать людей но сообщество у нас уже есть и это действительно люди как говорится первого сорта ну и как пример вот познакомьтесь наш эксперт например один из активных участников нашей платформы Сергей Александрович Шапира профессор заведующий кафедрой экономики труда в АТИСО университете АТИСО и вот как показатель его активности он автор и соавтор 61 произведения в нашей электронно-библиотечной системе вот это прежде всего учебные пособия и литература разных форматов он победитель конкурса доктор Нобелес в 2020 году здесь я ошибся многолетний член жюри конкурса и би-фест руководитель авторского коллектива участник множества конкурсов в общем то что то что мог он у нас сделал и действительно стал лидером вот этого нашего одним из лидеров нашего экспертного сообщества ну вот я попробовал обрисовать что значит быть экспертом современным ученым что такое научно-экспертное сообщество насколько необходимо обеспечение информации и знанием этого экспертного сообщества что делаем для этого мы и ЭБС как обязательный компонент этого обеспечения ну и формы платформенной активности которые каждый ну прежде всего преподаватель ученый может соответственно не только потреблять информацию да но и реализовывать себя продвигать себя создавать свой социальный капитал делать себя экспертом вот надеюсь вот эти идеи остались не в суе и кому-то они помогут определить найти вектор своей активности так что мы вас ждем приглашаем в общество знаний приглашаем в наше экспертное сообщество будем вместе ну что ж большое спасибо коллеги за ваше внимание так посмотрим вопросы поясните кто такой специалист как он соотносится с ученым и экспертом ну наверное это было вот на каком-то слайде мне кажется потом я дошел где достаточно там обрисовал ну специалист в данном случае я бы назвал синоним эксперта да человек обладающий высокой компетенции узкими профессиональными знаниями ну а вот эти вот соотношения между ученым и экспертом это как вот грудь и спина да в современных условиях вот складывается впечатление что эксперт выше ученого но интересный да аспект ну как я бы вот сказал если уж их так связывать что экспертный уровень это уже несколько некоторое развитие то есть на мой взгляд быть ученым вот таким глухим что называется закрытым ученым в рамках своего исследования это вообще уже сегодня не ученый да не ученый это так сказать исполнитель низшего уровня это помощник некого настоящего ученого вот а настоящий ученый обязательно объединяет себе одно но можно сказать что ученые это первая фаза его развития а эксперт это вторая фаза его развития вот может быть вы и согласитесь повторите куда зайти где зарегистрироваться так то вопрос хорош если вы входите в нашу экосистему университетской библиотеки онлайн то есть ваш вуз является подписчиком то вы обычно регистрируетесь как пользователь вашего вашей научной учебной организации в качестве преподавателя в том статусе которым вы есть вот если же вы не имеете доступа подписки нашей университетской библиотеки тогда у вас остается путь через сайт директ медиа интернет-магазин регистрируйтесь становитесь экспертом ну и когда-то я думаю что вам будет доступно все ну как вот я сказал в частности экспертам которые принимают участие мы даем бесплатную подписку на год да то есть надо что-то сделать и вы будете таким же полноценным подписчиком причем бесплатным индивидуальным нашей электронной библиотечной системы но вообще спасибо за вопрос потому что на самом деле надо тут продумать чтобы были простые понятные ходы так конкурс ВКР сроки этого конкурса ВКР у нас только недавно закончился в октябре мы анонсировали победителей вот следите на сайте обычно он начинается в начале весеннего семестра то есть в феврале объявляется о конкурсе и можно уже сдавать но основные работы ВКР сдаются в мае и июне так хотелось бы себя реализовать в этой деятельности ну очень тоже надеемся так современно представили платформу можно несколько слов сказать об образовательной программе в декабре январе там очень интересная программа но это вам скорее Татьяна может рассказать может она скажет несколько слов о том что мы ждем какие-то у нас онлайн курсы хорошая поддержка настоящих исследований ученым так как многим очень сложно совмещать серьезную научную работу и продвижение по всем каналам современных коммуникаций да да согласен вот мы стараемся как раз вот эти каналы прямо вот подложить чтобы было понятно по каким каналам потому что информация очень многообразная еще надо разобраться куда идти и что делать у меня трудозатраты для того чтобы сформатировать текст перед требованиями издания вдвое превысили трудозатраты на создание самого текста ну вот с этим я не соглашусь оформление публикации там вот эти сноски правильно оформленные заголовки ну если у вас настоящая все-таки настоящий текст исследовательский не могу я поверить чтобы оформление заголовков было сопоставимо созданием его вот но то что он например часть текста это вот качественно научно созданные сноски и ссылки это большая работа это действительно уже часть но это часть исследования в традиционных научных изданиях существует длинный перечень требований к научным публикациям касающихся как формы так и контента на мой взгляд не все из них осмыслены какие требования публикации у вас ну происходит некое облегчение особенно вот в цифровом формате но вот на мой на мой пойму убеждению все требования к научным публикациям они осмыслены в том числе и формы они сложные и трудоемкие но это и есть форма обмена научной информацией если вы не даете точные сноски ссылки значит вы не верифицируемы то есть за всем этим стоит сформировавшееся обоснование научного качества так что я с вами не соглашусь работать чтобы опубликоваться тоже формат так на мой взгляд от наукометрической системы все более открещиваются люди которые лично отношу к реальной научной интеллектуальной элиты недавние стёпинские чтения института философии рам да согласен большой поток критики и критики заслуженной я сам даже вот составлял манифест гуманитарной науки против вот этого переизбытка рейтингования и тут конечно грань меры превышена но потихоньку надеюсь это все вернется в норму вижу пробел в типологии литератур без публицистики и научпопа наука остается на тщательном месте которые закупорены изолированы от общества тем более что удаленные системы школьного обучения фрагмента наук все более игнорируется научными подрастающими поколениями да соглашусь научпоп и публицистика это тоже вот пусть на периферии но тоже включается еще один ракурс наук это система государственных институций наполненная весьма сомнительной значит правда ли что во времена бэкона наукой занимались аристократы за свои собственные средства абсолютная правда бэкон был канцлером очень ну как и томас мор это была высшая аристократия вот но очень такое небольшое время это такая эпоха кромвеля генриха шестого очень яркое время интересное вот но в древней греции тоже в основном это был дел не скажу по там самой аристократии но обеспеченного высшего слоя но очень быстро у аристотеля и уже у платона софистов это превратилось в форму услуг примерно как у нас рыночных и они зарабатывали в том числе на своих школах и лицеях давая услуги за деньги так что здесь быстро все меняется так вот вроде все 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 реплики ну что ж коллеги я рад что такое позитивное восприятие наших идей мы в едином кругу единомышленники раз мы члены единого сообщества так что благодарю вас еще раз за внимание и желаю вам обидеть и поделиться